Воскресенье по Бульварному кольцу Муравейна Прокурска. Я рад за нее, но я не знаю. Так, всем привет! Мы находимся на выходе со станции метро Новокузнецкая, где буквально через несколько минут состоится очередной пикет другой России. Я напоминаю, что их пикеты и другие акции всегда очень крутое, централизованное действие, а тем временем здесь сейчас активисты собираются и готовятся к своему пикету, ожидая, видимо, чтобы к ним пришли люди с флагами, символикой и так далее. Пока что, как ни странно, никакого присутствия полиции не обнаружено на всей улице. Как я сказал сегодня, это жутко дожить до такого момента, когда отсутствие автозаков вызывает нервозность. Ну, так или иначе, автозаков сейчас здесь нет. Я включаю, чтобы вы подтягивались, и потихоньку скоро все начнется. Я напоминаю ситуацию, что уже каждую неделю другаросы выходят на площади перед московской инстанцией метро с растяжками России без Путина и раздают листовки, где говорится о их программе и так далее. К сожалению... О, полиция приехала. Ну, мало. В этот раз им заявили буквально вчера, что теперь им нельзя будет уже использовать растяжки России без Путина, поскольку они призывают к совершению конституционного строя. Так или иначе, понятно, что эти ребята не намерены эту самую растяжку снимать, не намерены отказываться от идеи пикета, ну и, соответственно, результаты этого противостояния, которое может начаться, мы можем увидеть очень скоро. Вот сейчас в этой машине находятся трое сотрудников полиции. Вроде как... Да, это машина ОВД Замоскворечья, местная полиция. Мы находимся на Новокузнецкой, это как раз-таки на территории Замоскворечья, и, соответственно, к нам приехали пока что местные полицейские. Это довольно, видимо, скромный контингент. Явно, что повинтить всех они тут не смогут. Возможно, это и не планируется, возможно, автозак резко, внезапно куда-то сюда переедет. Хотя, просто, глядя на запруженность этой улицы, я плохо понимаю, как сюда еще может подъехать автозак. Он тут будет передвигаться минимум минут 15, и он выйдет оттуда, откуда его нет. Насчет Путина, это неизвестно. Песков говорит, что он над ним работает, Яшин говорит, что он подписал. РБК цитирует Яшина, соответственно, непонятно, подписал он там или что. Вот. Итак, еще раз напоминаю, что мы... Я сейчас включил сейчас расследование вопроса, чтобы вас собрать. Мы сейчас находимся в устанции метро Новокузнецка, где собираются активисты другой России, им сочувствующие, которые собираются устроить санкционированный пикет под головным баннером «Россия без Путина». Расскажу, кстати, пока что, пока есть время, расскажу, что я буду делать сегодня еще. Я сегодня еще номеровать, если я успею, если все будет гладко, наведаться в Сахарницу, в центр Сахарова, где будет круглый стол по событиям 6 мая. Надеюсь, что я успею на что-нибудь. Если же нет, то... В 21.00 вас ждет ассамблея, а уже после нее вас ожидает вечерний... Вас ожидает... Вечерний окупайцы кной. Вот, кстати, прибыла символика. Которые идут довольно много. Так правило, это как раз-таки растяжка России без Путина и лимонки. Флаги с лимонками. А, российская газета? Ну все, печалька. То есть, это практически один из первых пакетов. Ребят, в курсе у вас же все по новым правилам. У вас же похоже по новым правилам. Президент, разве подкресенье? Ну, вы просите газете, все. Если будет задержание на зоне, все нормально. А, когда он в силу уступает? Не, подожди, еще не. Мы уже готовимся расстаться со своими яхтами. Оно уже. Уже вышло. Говорят, что меня пишут уже в газете. У меня еще 10 есть. Тогда по новому правилам. Мы стоим отрицательными. Понимаете. Как говорится мой друг. Ну что, другой раз первый привет. Слушай, я как-то не заметил ситуацию, что это там было за автозаком. Потому что просто вынесли ограждение с одним наручником, что случилось. Ну как, они меня просто отвезли, а потом они дико и тико нервничали, пытаясь найти, подобрать ключ. А у меня просто был старый, старый, наверное, еще там, не знаю каких, 90-х годов наручники очень старые, такие, они почти ржавые были. Поэтому они не подобрали ключ, я там, наверное, минут 15 стоял, они искали болторез, потом в итоге болторез все открыли и... То есть разрезали, да? Ну да. Понятно. А нет, завтра выходит, не получится. Все еще тысяч рублей, значит. Это не может мутить народ, да мне тут комментируют. Ну а раз завтра, то все в порядке, ребят. Последний винтеж по старым правилам, это я почитаю с Гуртой, как первый винтеж по новому. Вот, собственно, практически все, готово для пикета. Сколько время? Давайте потихоньку собираться и ждать начало мероприятия. Даш, привет, слушай, это у нас, если не знает, у нас Даши глазки из Нижнего Новгорода. Даша, расскажи, а вот такая вот активность партии Другая Россия у вас есть в вашем городе? Конечно, у нас вообще в Нижнем Новгороде партия Другая Россия, в основном до передовых всегда. То есть у нас большая часть, на самом деле, позиционного костяка, это именно Другая Россия. Ну и плюс, как бы, гражданские активисты, то есть. Не скучаешь по своим? Скучаю, конечно. Ну, как, скучаю, естественно. А что они делают 12 июня? Я пока не узнавала, потому что пока это все, пока никто, даже я пока не знаю, что делать 12 июня, на самом деле, поэтому... Понятно. Спасибо большое. Вот, добавляю, практически все эти люди, так понимаем, участвовали в акции в районе Госдумы в 11 часов в день подписания закона. Это был дикий трэш, и сейчас, наверное, возможно, будет то же самое. Ребят, кстати, сразу спрошу, вас устраивает качество видео? В смысле, мне кажется, что оно какое-то адово трэшовое, и здесь нифига не видно, и все размыто. В смысле, насколько размыто все, что вы тут видите? Если да... Да, аж привет из нижнего! Так, если да, то размыто и должно быть более лучше. Если нет, то нормально. Все-таки видео размытое, да? Ясно. Штурмозит-то понятно. Понятно, то есть я не сыря пытаюсь накопить на нормальный телефон. Все-таки действительно, если мне на кошельке окажется сумма на Samsung Galaxy S, я вам буду очень сильно благодарен. Потому что я хочу себе уже нормальный девайс, чтобы он хоть как-то работал. Чтобы не было больше мутного видео. Его уже буду беречь в хозяинницу, о, куплю чехол, и я думаю, с ним ничего плохого не случится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok